Всем привет! Меня зовут Арина. Я учусь в 8-м классе и являюсь участницей Всероссийского конкурса «Большая перемена» в направлении «Помни». Моим кейсовым заданием является проведение экскурсии по заповедным местам моего родного края. С одним из таких мест мы сейчас познакомимся. Крепость Каламита – это средневековая византийская крепость, остатки которой расположены вблизи устья реки Черной. Она является главным филиалом историко-археологического музея-заповедника Херсонеса Таврического. Ныне сохранились руины отдельных башен и других фортификационных сооружений, которые я вам сегодня покажу. Топоним Каламита на новогреческом языке обозначает красивый мыс, которым она и является. Отсюда открываются великолепные виды на долины. Флора и фауна в этой заповедной территории разнообразна. Более 60 видов растений и 52 видов обитателей фауны насчитывают эти края. Каламита была основана в 1427 году и является частью Генуэзской крепости, начало которой простирается от самого судака. Состояла она из шести башен, три из которых не сохранились. В боковой части скалы, на плато которой находится Каламита, есть поистине удивительное место – Инкерманский мужской монастырь Святого Климента. Время основания монастыря определяется историками неоднозначно – от 8-9 по 14-15 век. Возникновение монастыря по преданию связывает с почитанием Климента, римского епископа. Около 92-го года сослана императором Траеном за проповедь христианству в каменоломне близ Херсонеса, проповедшего там и убитого по тайному приказу императора. Сейчас монастырь действует, является одним из любимых мест паломников. Сложно сказать, какого уголка нашей необъятной родины не коснулась война. Но Инкерман, в котором расположена заповедная территория Каламиты, был центром военного Севастополя. На территории монастыря в годы Великой Отечественной держала оборону 25-я Чапаевская дивизия. О том, как это было, нам расскажет эксперт. Во время Великой Отечественной войны на территории монастыря оборону держала 25-я Чапаевская дивизия. И вот штаб этой дивизии непосредственно находился именно в пещерных храмах нашего монастыря. На территории монастырского дворика находится братское захоронение воинов 25-й Чапаевской дивизии. Ну а на верхнем плато, да, на монастырской горы находится гила пулеметчика Дмитриченко. Вот именно во время Великой Отечественной войны он прикрывал отход мирных жителей и погиб именно на верхнем плато у крепости стен Каламита. Там и находится его могила. Во время войны в храме, в пещерных храмах нашего монастыря находился штаб 25-й Чапаевской дивизии. После войны верхнее плато было полностью разрушено, храмы были тоже разбиты. И в оставшихся помещениях, зданиях жили уже мирные жители до 1980 года. Ну а позже уже им дали квартиры и они все разъехались. Восстановление монастыря уже началось в 1990 году, а до этого времени жизнь в монастыре находилась в запустении. Ну Каламита у нас в Великой Отечественной войне, может быть, стены крепости использовались, да, как в качестве защиты. Это единственное, что можно сказать. Здесь у нас находится келья, видно вверху отверстия и понятно по следам обстрелов, что во время войны здесь находилась огневая позиция. Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом, святым Климентом. Именно его водой и вода из Черной речки, устье которой находится на территории заповедника, спасла Нуев ковчег Севастополя. 255 дней противостоял Севастополь гитлеровским войскам 1941-1942 год. Подвиг этот стал возможен благодаря тому, что все это время в нем существовал подземный город в городе, где работали заводы, госпиталь, школы и даже кинотеатры. Приютом для тысяч горожан стали инкерманские штольни. Когда добраться до воды под обстрелами стало невозможно, жители города заменили воду шампанским. Севастопольцы стирали, мыли им руки, а после выпаривания его давали даже детям. Вы представляете, как можно было стирать шампанским? Нам нынешним сложно представить, какой дорогой ценой давалась победа. Когда в 1942-м стало ясно, что город будет сдан, попытки эвакуировать пострадавших и мирное население осуществлялись. Но завершить эвакуацию советское руководство не смогло. В июне 1942 года ромахнул грандиозный взрыв, взлетела в воздух целая гора, перевернулась батарея крупнокалиберных немецких пушек, погибло множество вражеских солдат. Но в это время тут еще находились тысячи людей. Сейчас об этих событиях напоминает крест. После военные годы вся природоохранная территория, как и вся территория Севастополя, буквально возрождались из руин. Трудились жители района Инкерман, музейные работники, а восстанавливаясь в монастырь, первыми приехали в 1961 году иеромонах отец Андрей и отец Александр. Находящуюся по другую сторону от Каламиты монастырскую скалу использовали для добычи известного инкерманского камня. Он и использовался для восстановления Севастополя. Чудесный источник пересек в 1970-х годах, а его вода постепенно затопила карьер под добычей инкерманского камня. И сейчас это одно из любимых мест жителей города. Каламита является древним археологическим памятником под открытым небом. Здесь производятся археологические исследования, а в монастыре проходит служба. О трагических событиях Великой Отечественной здесь напоминает лишь возвышающийся крест. И наша задача сохранять заповедную память героических мест родного города и быть достойными потомками победителей. Субтитры создавал DimaTorzok